В которой выступила группа директоров фирмы «Тандем». Благодаря ей собрались в конференц-зале Центра общественных связей при администрации Мактогорска представители малого и среднего бизнеса. Еще этих людей называют работающими в частном секторе экономики. Чем была вызвана эта инициатива? Если я скажу, что страхом за будущее, повелите ли вы мне? Поверю. Да, я действительно боюсь, что будет через две недели. Мне и моим товарищам есть что терять, да и не думаю, что только им. Существует какая-то степень ответственности каждого из нас перед своей судьбой и перед судьбой своей семьи, так скажем. Поэтому мы привыкли, так скажем, в течение всей своей активной деятельности имеется в виду в бизнесе, о чем-то думать. Думать наперед, думать стараться на год, на два вперед. Может быть, поэтому это, так скажем, повлекло за собой наши действия вызвать, так скажем, предпринимателей мелкого и среднего бизнеса на какой-то диалог. Ну а приглашение к диалогу сделал директор Центра общественных связей при администрации города, политолог Станислав Александрович Наумов. Участники этой встречи приняли обращение к своим единомышленникам, которых, наверное, немало в полумиллионном Магитогорске. В нем они призвали отдать свои голоса на предстоящих выборах в пользу нынешнего президента Бориса Николаевича Ельцина. Самое главное достижение всех реформ в нашей России это и изменившиеся у кого-то сознания, и наметившиеся тенденции к тотальному изменению сознания. На переправе Богу молятся, а не меняют лошадей. А сейчас вот мне пошел четвертый десяток, исполнилось в этом году 30 лет, и первый раз в жизни я, наверное, чувствую, что действительно вот эти выборы, это первые выборы в моей жизни, которые действительно сознательны, есть осознанная позиция. И нас ведь раньше просто загоняли на эти выборы, а потом заманивали кружкой пива, а сейчас я чувствую, что нужно голосовать за реальную силу, за силу, которая может, так сказать, продолжить реформы, и которая позволит просто подняться России, подняться колено. А есть страх все потерять? А страх всегда есть, бизнес из риска, так что в этом политика, вот хоть мы всегда и говорили, и я говорил лично, и многим, что моя фирма вне политики, там мои магазины вне политики, сейчас я так не скажу. По делам своей фирмы я вижу, что виден свет в конце тоннеля, начинается стабилизация. А у вас виден свет? В общем, да. Сегодня много говорят о том, насколько сложен нынешний день, вешают всех собак на возможных и невозможных, на нынешнее положение вещей, на ситуацию в стране, но вот так приземленно, если рассуждать, и посмотреть, чем я занимаюсь. Образовательная фирма. Еще вчера, скажем, 3-4-5 лет назад, средние школы города отличались друг от друга только цифрами. В этом плане 33-я школа была, в хорошем смысле, белой вороной. Все остальные отличались только нумерацией, которая, так сказать, представляла школу. А сегодня, посмотрите, лицея Академии наук, частная школа Кузнецовой, образовательная система арт, которую имею честь представлять. И вот сегодня много говорят о том, каким образом агитировать или не агитировать за нынешнюю власть. В принципе, лобовая агитация, наверное, и не нужна. Но полторы тысячи магнитогорских семей уже сегодня сделали выбор. Люди начали работать с интересом. Появилась инициатива даже у рабочих. А это огромный плюс. Когда Вы говорите «наш интерес», что Вы имеете в виду? Интерес директоров группы Кредо? Или, допустим, за Вами стоят люди, много людей? Ну, безусловно. Здесь разговор идет о людях, которые работают в составе наших фирм. И, будем так говорить, за этими людьми. У них у всех есть семьи. И мы все это рассматриваем именно так. Сколько примерно в орбите Вашего влияния? Так плюс-минус 10 тысяч? Ну, можно говорить, тысячи так. Позвольте себе вопросы из категории «говорят». Говорят, что фирма «Тандем» давно уже приобрела себе в частное владение великолепные курорты в Болгарии. И в случае неуспеха нынешнего режима может уехать и безбедно жить в славном городе Варна. Ну, теоретически это возможно. Безусловно. А практически это Багамы, да? Нет, теоретически возможно покинуть эту страну. Но, поверьте мне, это было теоретически возможно. И год назад, и два, и даже три. Но если мы здесь, значит, нас что-то здесь держит. Я все-таки склонен думать о том, что мы за последние 4-5 лет приобрели несравненно больше, чем потеряли. И я бы не хотел сейчас, через две недели, потерять то, что нам далось таким трудом. Это, пожалуй, на сегодняшний день самая большая тревога. А терять и есть что? Ну, в первую очередь, как бы это ни звучало пафосно, это та свобода, которую мы получили. Свобода принимать решения. Свобода в принятии решения, работать или не работать. Жить лучше или худше. Жить в этой стране или уезжать из этой страны. Желание уезжать и возвращаться. Чем чаще мы будем уезжать, и чем чаще будем возвращаться, тем я вижу, так скажем, какие-то новые идеи, новые возможности. Если говорить о экономических завоеваниях, то и в этой области тоже есть очень серьезные успехи. Я бы выделил самые главные, наверное, это две. Это первое. Остановлена инфляция. С этим сейчас спорить никто не будет. Более внимательные покупатели могут уже на сегодняшний день заметить некоторое понижение цены по некоторым группам товаров. Это первое. Второе. Это реальная конвертируемость нашего рубля. Нормальному обывателю, может быть, это ничего и не говорит. Но мне, бизнесмену, который работает и на внешнем рынке, это говорит очень о многом. Это серьезное завоевание. Продолжение следует...